Я пока займу палку, пока готовят деньги и что-нибудь расскажу. Вот он, пятый том. У меня в руках пять домов всего вышло. Вы получите подарок сегодня. Пятый том. Первый, второй, третий, четвертый. Если у вас нету, можете купить театр. Помогите театру финансово. Мы сегодня объявили сбор свет. Вчера объявили на фестиваль «Хеледоплэйс». У нас не хватает полтора миллиона. Приезжает 427 человек. Огромное количество театров. Денег нет. И вот надеялись, что нам сейчас бросятся и все, значит, помогут. За два дня мы собрали 14200 рублей. Я думаю, что ничего, конечно, из этого сбора не получится. Я хотя и не уверен. И вообще фестиваль этот последний раз мы проводим. Десять лет проводили и хватит. Бог с ним. Если Министерство культуры РФ не дает денег, им не надо. А нам зачем надо? Мне что ли надо? А ну мне не надо. Я так пожаловался. На всякий случай жизнь продолжается. Все прекрасно. Вот, товарищи, значит, у нас завтра в 10 часов вечера. Если у вас есть желание, приходите, пожалуйста. Нет, не завтра. Послезавтра, 1 мая в 10 вечера. Дополнительный спектакль. Царевич Заморышев, который мы везем на фестиваль в Сербию. 3 мая мы летим. И вот собираем деньги на поездку на это. 31 тысяча стоит бюлет на одного человека. Один человек нас едет. Тоже собирали, собирали деньги. В интернете просили. Нам дали сколько? Одинадцать тысяч пятьсот нам дали. Ну, я, естественно, купил на свои деньги, купил билеты на всю эту группу. А три билета купил в театральный институт в Ракунии. Вот на эти, на восемь человек я купил. Но думал, что-то вернется, но ничего не возвращается. Мы все равно поедем. Куда теперь деваться? Вот, 1 мая в 10 часов вечера. Пожалуйста, приходите, будем вам очень рады. Но там, ну, и не бесплатно. Там билет стоит, ну, 500 рублей. Но деньги на благое дело. Но если нет у вас денег, так просто приходите. Тут фестиваль, где-то Зартекс. Да, Зартекс. Вы приходите, пожалуйста, тоже. Потому что вы сегодня хорошо себя вели. Насколько слугадок расходил. Заводили весь векный зал. Весь векный зал завели, как следует. Вот, и все получилось. Вот, Ваня, если ты готов, ты мне скажи. Готов. Значит, дорогие друзья, мы придумали так, что сейчас, перед началом, мы покажем вам, что в этой, как разошлись вот эти пьесы, которые я писал, там, в 89-м, 92-м, что ли, году. Не знаю. «Коланца Гинского», «Канатье», «Моску разгонять тоску», «Манекен», «Сказка мертвых царей». Для себя. Пляжу, что вам большое. Туалет? Спасибо, давайте. Значит, «Венский стул», «Черепаха маня», «Родительский день», «Курица», «Затвильник». Вчера ко мне подходит девушка такая, на семинарное какое-то приехала в фойе, я свою торгую книжку, и говорит, а что здесь напечатано, в пятом томе? Я говорю, ну, вот там эта, эта пьеса, «Курица». А «Курица» почему? Я говорю, ну, это моя пьеса. Ну, по мотивам, наверное, вы написали, так она мне сурово говорит. Я говорю, в смысле? Это моя пьеса. Ну, эта пьеса идет у нас в театре. Я говорю, где у вас театре? В городе Кимры. Ну, наверное, много людей играют эту пьесу. Может быть, ну, она срабила пятый том, что-то не поверила она мне, что я мог написать эту пьесу. И ушла такая, какая-то, ну, такая грустная. Ну, не грустная, но такая. Ну, вот, как-то странным образом эту пьесу «Курица» перевели на все языки народов мира, на татарские, башкирские, на румынские, на польские. Почему эта пьеса так интересна людям везде за границей? Я понятен могу. На России там ничего нет. Там какая-то история про актеров, которые, вот, я не знаю, там, ну, что там, вот, дерутся, ругаются, и все, как, черт вас дает, не знаю, ну, почему-то невероятно популярно. Сейчас вы увидите здесь в отрывке, что, ну, это вообще дико смешно, конечно, что мы пьесу «Манекен» поставили в монголы, в монгольском диагнозе. Вы сейчас посмотрите. Ну, короче, давайте посмотрим. 10 минут этот кусочек идет. Денис, Ваня, выключай свет, посмотрите, пожалуйста, как я прославился всему белому свету. А как вы выключите этот свет, Ваня? Как все? Девочки, выключите свет. А, все. Давай, покажи нам. Что там? Ну, 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 ну.